Его уникальный стиль захватил весь мир и даже создал моду в анимации. К примеру, всем известные мультфильмы Мадагаскар и Маугли полностью отражают живописную манеру автора. Африканская тематика мне очень близка, рассказывает жительница Самары Ирина Скачкова. На выставке она создает уникальную атмосферу, играя на африканском инструменте джембо. Это разновидность барабана, игру на котором Ирина освоила три года назад. Делится. Картина на выставке ее очень вдохновляет. Ну, самое больше всего мне понравилась вот эта вот картина со слонами. Это вообще живописнейшая картина, она приковывает внимание сразу. Увлечение принесло Ирине новых друзей. На городских праздниках и вернисажах она выступает в дуэте с любовью. Это джембо-джембо, африканские инструменты, которые делаются из целого дерева, очень тяжелый, выдалбливается это дерево. И потом мембрану натягивает из кожи и шкуры. Тинго-тинго – узнаваемое направление восточно-африканской живописи, которое отличается яркими красками и некоторой инфантильностью. На большинстве холстов изображены африканские животные – жирафы, попугаи, зебры, леопарды и тигры. Художники создают уникальный мир, где все живое находится в полной гармонии. Отсюда и название картин. «Мой мир, твой мир», «Святое семейство», «Жители Африки», «Любовь земная», «Танец для друзей». Картины понимаются буквально только теми, кто не знаком с африканскими мифами. В действительности же у них есть второй смысл. Жирафы, например, для жителей жаркого континента символизируют девушек. Зебры – маленьких девочек, а птицы – мудрость. Мы потеряли связь с природой, а эти работы, они кажутся очень простые, наивные, но они несут в себе вот эту первобытную энергетику. Все желающие могут познакомиться с уникальным африканским направлением живописи на экспозиции «Тинго-тинго», которая будет открыта в течение месяца в выставочном зале «Арт-стиль». Никита Борисов, Николай Епифанов, События. Никита Борисов, Николай Епифанов, События.